Подробнее о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы восстановить доброе имя вузов, в каком направлении реформировать высшую школу, в программе «По существу» сразу после новостей на нашем канале. К другой теме. Расклад по инфляции в 2012 году представило сегодня Министерство экономики. Она снизилась в ноябре этого года, если сравнивать с декабрем прошлого. 104,7% против 105,8%. Если рассмотреть детальнее, то в этом году сильнее всего подорожали продовольственные товары. 104,1% в этом ноябре против 101,9% в прошлом декабре. По непродовольственным товарам отмечено снижение. Уменьшился индекс потребительских цен и по услугам. В строке продовольственные товары сильно вырос в цене так называемый борщевой набор. Это овощи, которые хозяйка использует для приготовления борща – капуста, морковь, лук. В прошлом году они вели себя вполне примерно и ожидаемо. С января по ноябрь сбавляли в цене. А вот в этом году борщевой набор весной начал полнеть в стоимости. Пик в июле, а уже потом с новым урожаем наконец стал худеть вплоть до ноября. Что касается горюче-смазочных материалов, то ситуация следующая. Цены выросли в сравнении с ноябрем прошлого года. Бензин марок А76, А80 на диаграмме – это красная линия – прибавил 1 рубль. АИ-92 – синяя линия, плюс 1 рубль 30 копеек. Столько же у дизельного топлива, оно в черном. А вот АИ-95 желтым цветом оказался тяжеловесом среди всех марок. Он прибавил 1 рубль 70 копеек. Подорожание эксперты связывают с увеличением оптовых цен. А если речь идет о дизеле, то еще и с переходом с летнего топлива на межсезонное и зимнее. Что касается ожиданий по инфляции, то прогноз у Минека оптимистичный. К концу 2012 года инфляция ожидается на уровне 105,2% пункта. Мы прогнозируем, что инфляция будет ниже, чем прогнозная, на 0,6% пункта. Мы прогнозируем, что наш прогноз был несколько, может быть, пессимистичным. Результаты будут более позитивными.